Каждые 20 минут один человек в России узнаёт, что у него рак крови. Статистика ужасающая, но эта болезнь излечима. Шанс на выздоровление даёт трансплантация костного мозга. Облегчает и делает быстрее процедуру поиска подходящего донора в формировании единого национального регистра. За две акции, проведённые ранее в Саранске, он пополнился на 345 доноров. Знаете, где упасть, соломку постелить. Вот регистр – это та соломка, которую каждый из нас может постелить себе, потому что никто не знает, когда и где он упадёт. Болезнь не выбирает ни по именам, ни по фамилиям. Сейчас очень многие болеют раком. И если я приду в регистр, я привела в регистр свою семью, своего мужа, своих друзей, они в свою очередь приведут своих друзей. Таким образом, каждый из нас вложит свою лепту в то, чтобы завтра не остаться вдруг один на один с этой болезнью. В Мордовии есть случаи, когда трансплантация костного мозга спасла жизни. В одном случае генетический близнец нашёлся в зарубежном регистре. В другом донором стал близкий родственник. Где-то четверть больным везёт на то, чтобы им подошли родственники их, как доноры. Вот этот такой счастливый случай случился. В итоге трансплантация прошла успешно. Мальчик здоров. В основном же заболевшим людям, особенно взрослым, нужны именно неродственные доноры. Нет среди их родственников, кто подходит для них идеально. Поэтому так важно создавать регистр доноров костного мозга. На сегодня в российском регистре около 100 тысяч доноров. У каждого из жителей Мордовии есть возможность его пополнить и спасти чью-то жизнь. С 12 сентября до конца месяца желающих принимают в лаборатории по адресу Коваленко, 25. Найти донора костного мозга, тот, который подходит именно конкретно больному, достаточно непросто. Поэтому чем больше людей сдаёт кровь на костный мозг, соответственно, и больше шансов получить лечение. Одним из первых сдать кровь пришёл водитель общественного транспорта Тимофей Никитин. Мужчина увидел информацию в социальной сети и до рабочей смены забежал на несколько минут в медицинский центр. Решил не оставаться безучастным и помочь людям больным лейкозом. Я об этом слышал уже давно, то, что есть доноры костного мозга. Но то, что у нас в Саранске, я слышал впервые, я считаю, что от меня не убудет, а кому-то, возможно, спасёт жизнь. Регистру доноров костного мозга важен каждый. Стать потенциальным донором может взрослый человек, не имеющий противопоказаний в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 килограммов. День доноров костного мозга отмечают более чем в 50 странах мира в третью субботу сентября. Традиционно в этот день пациенты, перенёсшие трансплантацию костного мозга, говорят спасибо своим донорам. Марина Солонина, Сергей Соколов. Народные новости.